МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости губернии в студии Георгий Федоров. Коротко о главных темах. Сотрудникам завода Тольяттинский кирпич начали выплачивать зарплату. Руководство намерено погасить долги в течение двух недель, что придало ускорение. Увеличить выручку на 15% и определиться с эскизным проектом сверхтяжелой ракеты-носителя. РКЦ «Прогресс» подводит итоги работы и строит планы. Когда полетим на Луну, знают наши корреспонденты. В Самаре почтили память Владимира Середавина. Почти 30 лет врач руководил областной больницей. Каким его запомнили родные и коллеги, расскажем. В Тольяттинской школе номер 93 проходит проверка по факту грубого обращения учителя с ученицей. Напомним, скандальный видеоролик появился в сети в среду 16 января. По словам его автора, пятиклассница рисовала на уроке, а преподаватель вместо, цитата, адекватного замечания рисующей девочки скинула со стола все ее учебные принадлежности и ударила по лицу. Конец цитаты. Утро 17 января началось в учебном заведении с экстренного совещания с участием исполняющего обязанности руководителя Департамента образования администрации Автограда Ларисы Лебедевой, руководства школы, педагогического коллектива и родителей. Участники встречи решили детально разобраться в конфликте. На пятницу, 18 января, намечено внеочередное заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних, в котором примут участие члены Совета руководителей образовательных учреждений, представители служб системы профилактики и прокуратуры. Профильный департамент образования также готовит ряд административных мер. В школе 93 создана комиссия по расследованию данного случая. Кроме того, будет проведена комиссионная проверка со стороны Департамента образования и Министерства образования и науки Самарской области по данному факту и причин его возникновения. Мы с родителями договорились, что максимально откровенно, открыто исследуем эту проблему с тем, чтобы установить все обстоятельства данного конфликта, но и по заключению работы комиссии будут приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством. Школа у нас замечательная и мы очень стремились попасть в эту школу и я уверена, что администрация сделает все, чтобы впредь даже предпосылок к конфликту не было. Правовая оценка будет дана не только действием преподавателя, но и руководства школы. В данный момент педагог отстранена от работы. Сотрудникам завода «Тольятинский кирпич» начали гасить долги по заработной плате. Напомню, на предприятии образовалась задолженность за два месяца. В ситуацию вмешалось правительство региона. Заместитель председателя Кабмина Александр Фетисов по поручению губернатора Дмитрия Азарова провел совещание с руководством и представителями коллектива. Первый транш сотрудникам завода «Тольятинский кирпич» пришел вечером, того же дня, когда на предприятие с инспекцией приехала правительственная комиссия. До этого последний раз деньги людям перечисляли еще в декабре и не в полном объеме. 17 января заместитель председателя регионального Кабмина Александр Фетисов встретился с руководством и представителями коллектива. Все вопросы связаны с выплатой зарплат, соблюдением прав трудящихся на предприятии, находятся под пристальным вниманием губернатора Самарской области, правительства. И, конечно, та ситуация, которая сложилась на предприятии «Тольятинский кирпич», она вызвала наше пристальное внимание. Уже вчера были предприняты практические действия. Более 800 тысяч рублей было переведено. И люди эти деньги увидели уже вчера. Долг перед сотрудниками около 5 миллионов рублей. Это двухмесячный фонд оплаты труда. Всего на предприятии 176 человек. На общем собрании 14 января они выразили протест и уведомили начальство о том, что приостанавливают производство. Однако после вмешательства правительства и первых перечислений 16 января цеха запустили вновь. Да, действительно, люди получили деньги, перечисления были вчера вечером. То есть все договоренности, которые достигнут и выполняются в настоящий момент, пока вопросов нет, конфрактации с ситуацией нет. Людям приятно, что их не бросили, действительно вмешались, помогли. И, соответственно, благодарны за это. Дирекция, в свою очередь, взяла на себя обязательство полностью выплатить своим сотрудникам долги по зарплате в течение даже не двух месяцев, а еще раньше. Остаток задолженности в пределах 5 миллионов, он будет у нас закрыт до конца января. Но закрывать будем каждую неделю, может пропорционально, в зависимости от прихода денег. Ситуация находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, а также регионального правительства. Анна Ивахина, Дмитрий Алатарсов, Новости губернии. РКЦ «Прогресс» собирается увеличить прибыль на 15% в 2019 году. Такие планы озвучил на пресс-конференции генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов. В пакет заказов на этот год вошло более 20 запусков ракет-носителей. Кроме того, в течение нескольких лет запланирован вывод на орбиту около 700 спутников. На сегодняшний момент, как отметило руководство, прибыль исчисляется несколькими сотнями миллионов. В 2019-м закрылось производство шприцев, однако на размере диверсификации предприятий это не отразится. Кроме того, с 1 января сотрудникам некоторых цехов на 10% подняли премию. Также в 2019 году планируется определиться с эскизным проектом ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Планируется, что ее запустят с космодрома «Восточный» летом 2028 года. Сегодня над ракетой работают порядка 10 предприятий Роскосмоса. В соответствии с указом президента назначено два исполнителя работ по сверхтяжелому классу. Головным исполнителем по комплексу, за это головной РКК «Энергия». В этом же указе прописано, что головным исполнителем по ракете-носителю является РКЦ «Прогресс». А у РКЦ «Прогресс» останется как отдельный самостоятельный актив госкорпорации. Сейчас предприятие активно готовится к предстоящим юбилейным датам. Этой осенью РКЦ «Прогресс» отметит свое 125-летие. Кроме того, 1 октября исполнится еще и 100 лет со дня рождения генерального конструктора, основателя ЦСКБ Дмитрия Козлова. 949,5 миллионов рублей необходимо дополнительно для завершения строительства станции метро «Алабинская». Цифра прозвучала на заседании профильного комитета Самарской губернской думы. Работы должны завершиться до конца этого года. Также к декабрю будет готов проект станции «Самарская». Строительство должно начаться в 2021 году. Возводить ее будут в три этапа, поквартально закрывая одноименную улицу. До депутатов губернской думы поступило предложение рассмотреть возможность увеличения финансирования, чтобы это было, ну как максимум за три года было построено. Будем обращаться в правительство, будем выходить на министерство финансов, чтобы как-то саккумулировать какие-то средства. Также региональный Минстрой готовит проект трассы второй очереди метро. Она пройдет от Хлебной площади до Центрального автовокзала. При этом на некоторых участках поезда будут ходить над землей. Стоимость работ порядка 15 миллиардов рублей. Мы сможем обеспечить право всех граждан по сути города доступ к историческому ядру, к центру. У нас по социологическим исследованиям многие жители города не бывают в исторической части города десятилетиями в центре города. Вот если нам удастся реализовать вот это так называемое легкое открытое метро до Хлебной площади, то есть эта часть города заживет совершенно другим качеством жизни. Убрать нельзя ставить. Коммунальщики совместно с управляющими компаниями вышли на бой со стихией. Последствия крупных снегопадов прошлой недели ликвидируют по всему городу. Работу контролируют жители и представители местных администраций. Продолжит Кирилл Козин. Двор дома 33 по улице Минской. Навалилось снега тут, впрочем, как и по всей Самаре, прилично. Почти 65 сантиметров. Здесь и на соседних территориях комплексная уборка сейчас проводится по плану. Очищаются внутриквартальные проезды, тротуары и площадки у мусорных контейнеров. Достаточно хорошо чистят дороги своевременно. После снегопадов, в принципе, практически сразу можно проехать на машине. Если бывают какие-то недочеты, то пишем обращение либо через управляющих микрорайонам, либо лично обращаемся в администрацию. Такое обращение через социальную сеть поступило относительно вывоза снега, расчистка придомовой территории, обязанность управляющей организации. Но вывоз снежных накоплений нормативными документами не закреплен. Это двор на Минской в границах ответственности двух управляющих компаний. У одной вывоз на спецплощадке включен в план и, соответственно, в статью расходов жителей после проведения собрания собственников МКД. Жильцы же других домов, которые обслуживает вторая управляющая компания, такое собрание не проводили. Однако во взаимодействии с районной администрацией проблему решили общими усилиями компаний. Чтобы уборка проходила эффективнее, ведется работа с населением. Лопаты в руки им, конечно, не дают, однако активно просят перемещать свои авто во время работы техники. Просим автолюбителей отгонять свои автотранспортные средства либо перемещать их на время очистки от снега общей домовой территории. Также по возможности просим, чтобы они оставили свои контактные номера телефона. Кроме жителей, за работой коммунальщиков следят и представители районной администрации. Все нарушения фиксируются. Если управляющие компании недочеты вовремя не исправляют, церемониться с ними никто не собирается. В рамках работы нашей административной комиссии Кировского района с 1 января было составлено порядка 120 актов по выявленным недостаткам. Это входит и уборка дворовых территорий, и вывоз мусора с контейнерных площадок, ну и, конечно же, наличие сосулек на тех домах, которые имеют скатные кровли. В Кировском районе в уборке снега задействовано около 50 единиц техники и более 500 дворников. Недобросовестная управляющая компания ожидает административную ответственность. Часть материалов уже переданы в мировые суды и прокуратуру. Такой контроль ведется во всех районах. К примеру, в Куйбышевском работу коммунальщиков сегодня лично оценила глава города Елена Лапушкина. Пусть как-то объяснится. Рукой дотянуться до сосульки уже можно. Все дворы в Самаре приводятся в порядок планово, однако обращения жителей никто не отменял. Если рядом с домом даже на внедорожнике не проедешь, а сосульки с крыш достают до земли, смело обращайтесь в администрацию района. Задачу по качественной уборке города поставлено губернатором Дмитрием Азаровым. Обращения граждан по вопросам очистки крыш, ликвидации наледи, уборки и вывоза снега отрабатываются в кратчайшие сроки. Кирилл Козин, Сергей Костин. Новости губернии. Бережливые поликлиники. В регионе продолжается реализация масштабного проекта, инициированного Министерством здравоохранения Самарской области. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова в помощь 13 амбулаторно-поликлиническим комплексам выделено 63 миллиона рублей. В настоящее время в проекте участвуют более 30 медицинских учреждений области. Об одном из них в сюжете Игоря Романова. Владимир Филинков приехал в Автоград ровно 26 лет назад. Время от времени ему приходится обращаться за медицинской помощью в поликлинику второго квартала. Новое после капитального ремонта регистратура учреждения приводит мужчину в восторг. Что произошло сейчас, это просто прорыв. Сейчас жена должна позвонить. Все выберем день, когда надо прийти на ту неделю. Там я посмотрел, свободные дни. И 22, и 23, и 24. Так что удобно, легко. Не надо нигде в очередях толкаться. Все очень здорово. Задача проекта «Бережливая поликлиника» оптимизировать работу врачей так, чтобы горожане как можно быстрее получали медицинскую помощь. Ожидание приема специалистов, диагностика, прохождение диспансеризации, поиск медкарты. В прежних условиях работать на результат было сложно. От старой регистратуры теперь остались одни воспоминания. Мы сломали всю регистратуру, мы обновили все стены, мы полностью поменяли потолки, поменяли всю входную группу, окна. Абсолютно все 100% было заменено. Для маломобильных групп населения установили дополнительные пандусы снаружи и внутри здания. На входе посетители разделяют на два потока. Больные и здоровые пациенты получают услуги через разные терминалы. Можно записаться к врачу, минуя регистратуру. Очереди исчезли. Работают одновременно пять окон, одно из которых специально выделено для маломобильных граждан с возможностью присесть тем гражданам, которым сложно стоять. И также, возможно, окно специально опущено низко, если пациент колясочник. Сотрудники регистратуры не отвлекаются на звонки. Все входящие принимаются в колл-центре. Да, можете записаться. Продиктуйте, пожалуйста, фамилию, имя, отчество и дату рождения. Каждое рабочее место регистратора в зоне приема пациентов в колл-центре и картохранилище оснащено считывателем электронных страховых полисов. Это ускорило работу регистраторов значительно, то есть повысило производительность труда, то есть ожидание пациента у окна регистратуры сократилось, и регистраторам не приходится вводить вручную данные пациента в компьютерную систему. В медицинское учреждение потянулись на работу молодые специалисты. Шесть амбулаторных комплексов поликлиники номер 3 обслуживают около 70% жителей автозаводского района. Это почти 300 тысяч горожан, в том числе 69 тысяч детей. Медики надеются, что в будущем дождется новой регистратуры и комплекс на Степана Разина. Здесь по-прежнему огромные очереди. Игорь Романов, Андрей Костомаха, новости губернии Тольятти. С января этого года полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, а также льготных категорий граждан путевками на санаторно-курортное лечение переданы от Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в региональное отделение Фонда социального страхования России. Это расширит возможность подачи заявлений на оказание услуг. Теперь это можно сделать во всех МФЦ и 17 филиалах Фонда соцстрахования, а также через единый портал Госуслуг. Если заявление было подано до 1 января 2019-го, то повторять процедуру не нужно. На что хотелось бы обратить внимание, что у нас нет привязки к районам. И это совершенно не означает, если человек живет в Кировском районе, то он может обратиться только в МФЦ по Кировскому району, либо в Фонд социального страхования. В Кировском районе абсолютно нет. Там, где человеку удобно, туда он и обращается. На сроки оказания услуг новый порядок не повлияет, так как МФЦ сразу же направляет заявление в Фонд соцстрахования в электронном виде. Увиновление заявитель получит в течение 15 дней. Что касается выплаты компенсаций, то решение по ней принимается в течение 30 суток, а сама выплата поступит через месяц. С 9 января 2019 года областные МФЦ приняли более 200 заявлений и предоставили порядка 80 консультаций для маломобильных граждан. Мы работаем, как правило, в крупных городах с 8 до 8, в сельских в районах по-разному, до 5 до 6 часов, и в субботу у нас рабочий день. Поэтому мы готовы всех принять, в Орен, все отработать. А теперь коротко о других новостях, которые наша редакция просто не могла оставить без внимания в нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». 6,5 тысяч жителей Самарской области заболело гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю. Больше половины из этого числа в региональной столице. При этом от простудных вирусных инфекций привито 1 миллион 600 тысяч человек. Из них более 430 тысяч детей и почти 9 тысяч беременных, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В целом на 16 января заболеваемость ОРВИ и гриппом в области регистрируется на неэпидемическом уровне. Самарская область заняла 20 место в национальном туристическом рейтинге 2018. Регион набрал 79,6 балла. На первом месте золотой двадцатки Москва, на втором Краснодарский край, на третьем Московская область. При составлении рейтинга учитывалось число туристов, посетивших регион, доходы организации общепита и гостиниц, объем санаторно-курортных услуг и число средств размещения. Самарских девятиклассников ждет итоговое собеседование по русскому языку. С этого года оно стало обязательным. Те, кто пройдет его успешно, получат допуск государственной итоговой аттестации. Собеседование состоится 13 февраля, а школьники, не сдавшие зачет, смогут попробовать свои силы повторно 13 марта и 6 мая. Подать заявление на участие в собеседовании девятиклассники должны до 30 января включительно. Врач-легенда. В Самаре почтили память Владимира Середавина. Он руководил больницей почти 30 лет. Теперь она носит его имя. Цветы к памятнику в сквере у главного корпуса возложили члены семьи, коллеги и ученики-медики. Талантливый хирург, организатор, новатор и созидатель. Но для Анастасии Приходько Владимир Середавин в первую очередь был дедушкой. По ее воспоминаниям нежным, ласковым и любящим. Несмотря на всю свою колоссальную занятость, не жалел ни секунды времени на семью и на меня. И всегда приходя домой, он дарил нам, своим близким, и мне, как своей единственной внучке, всю свою любовь и столько радости, что он был в моей жизни всего 13 лет, а запомнился, наверное, навсегда и навсегда поселился в моем сердце. Владимир Диамидович ушел из жизни в 2003 году. После этого в больнице была открыта мемориальная комната. В ней собраны награды и личные вещи. Спустя еще три года к юбилейной дате его рождения был установлен памятник. В 2015-м лечебное учреждение стало носить имя своего первого главного врача. В том, что больница названа заслуженной больницей имени Владимира Диамидовича Середовина, это, конечно, заслуги коллектива, которые этого хотели и единогласно приняли такое решение и просили руководства, чтобы это воплотилось в жизнь. Заслуженный врач Российской Федерации, почетный гражданин города Самары. Наследие, оставленное Владимиром Диамидовичем, неохватно и бесценно. Дарья Зотова, Дмитрий Стеллиров, Новости губернии. Социальная активность – одно из слагаемых лидерства. По новым условиям федерального конкурса управленцев лидера России полуфиналисты должны реализовать в своем регионе проект, который принесет людям пользу. Так участники из Самары решили развернуть информационную кампанию среди беременных женщин. Мария Алпеева в ожидании первенца. Ее ребенок появится на свет в начале апреля. Рождение малыша – это не только долгожданное и радостное событие, но и огромное количество рутинных вопросов, с которыми молодые родители часто остаются один на один. Мне интересно, конечно, в первую очередь узнать про роддом. Когда обращаться, как обращаться, какие документы для этого нужны. Соответственно, получить свидетельство о рождении. Вот лично я, допустим, не знаю, где это делается – в ЗАГСе, либо куда вообще ехать. Своебразный ликбез по правовым и медицинским вопросам для будущих мам из Волжского района организовали полуфиналисты конкурса «Лидеры России». Дмитрий Лисица – главврач местной больницы и его супруга Мария, начальник отдела многофункционального центра муниципалитета. Какие документы и вещи брать в родильный дом? Можно ли отцу присутствовать на родах? Как часто должен врач посещать малыша? Волнующие темы раскрывают компетентные специалисты. Врач приходит ребенку три раза за этот период, в день выписки, на десятый день, на двадцать первый день. Медицинская сестра также приходит в первую неделю каждый день, но в зависимости по показаниям, в зависимости от того, как происходит уже рост и развитие новорожденного малыша. Оформить свидетельство о рождении с НИЛС, даже поставить ребенка на очередь в детский сад – все это можно сделать в МФЦ, рассказывает женщина Мария Лисица. Многофункциональный центр оказывает огромное количество услуг для совершенно разных слоев населения. Но свой социальный проект супруги-полуфиналисты адресовали именно будущим мамам. Эта категория слушателей выбрана мною абсолютно не случайно, потому что в данный промежуток времени именно я отношусь к этой же категории. Нахожусь в стадии подготовки к рождению третьей дочери. Поэтому, наверное, это для меня очень актуально. И очень именно эту категорию слушателей хочется как-то защитить, поддержать и снабдить определенными знаниями, которые им однозначно в дальнейшем пригодятся. По условиям конкурса каждый полуфиналист лидеров России должен организовать в регионе социальный проект. Непосредственно же испытания для претендентов СПФО состоятся в начале февраля в Самаре и Нижнем Новгороде. Нашу область на них представит 61 человек. Анна Ивахина, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Волжский район. Поздравляем с победой! Сотрудники нашей телерадиокомпании удостоены главных премий ежегодного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. Церемония награждения завершилась буквально час назад. Александр Кобыльсков одержал победу в номинации лучший шеф-редактор телевизионной информационной программы. Анастасия Зубрева отмечена как лучший автор специального проекта на телеканале. Юрий Медведев признан лучшим ведущим радиопрограммы. По направлению профессия журналист в конкурсе участвовали представители 19 профессий в сфере массовой информации. Это в том числе репортеры телеканалов, печатных и интернет-изданий, фотографы, операторы-ведущие. Еще одно направление медиапрофи объединило редакции СМИ малых городов и муниципальных районов. Оценивались циклы работ на такие темы, как новая жизнь села, развитие территорий, лучшие детям, спорт и другие. Награждение провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Репортаж с церемонии смотрите в наших следующих выпусках. Тольяттинские художники отправились на норвежскую землю. В рамках проекта «Суровый поход. Поколение Скандинавии» Игорь Панов и Алексей Зуев напишут около 40 картин о жизни рыбаков, а также изобразят пейзажи Заполярья. Деньги на поездку живописцы собрали за счет спонсорской поддержки и предварительных заказов на будущие работы. На машине они проедут более 7,5 тысяч километров. Маршрут будет проходить через Москву, Санкт-Петербург, Финляндию, Швецию. Конечный пункт – Лафатенские острова. После возвращения художники планируют организовать выставку картин. Мы любим именно северные поездки, потому что зима, вот эти вот условия какие-то природные, оторванность, так скажем, от цивилизации, ну это неповторимый какой-то колорит приносит. Особенность будет Норвегии, то, что мы за полярным кругом, и там световой день сейчас примерно 4-5 часов. Это вот то же время, за которое нам надо будет быстро-быстро делать очень много этюдов. Романтик среди бунтарей Серебряного века. В Самарском областном художественном музее открылась выставка работ мастера акварели Артура Фанвизина. На ней представлены пейзажи, натюрморты и портреты. Всего более 60 работ, редко доступных широкой публике. Выставка продлится ближайшие три месяца, а в числе первых ее посетила наша съемочная группа. Современники считали его работы легкомысленными. Творческая судьба этого художника была непростой. Его преследовали обвинения в формализме и публичное осуждение. Теперь за акварелями Артура Фанвизина охотятся коллекционеры по всему миру. Именно акварель, чем она для меня удивительна в творчестве Артура Фанвизина, это не просто краска, это воздух и свет. Это такой трепет, который не передается даже словами. Это на некотором вербальном уровне. Это как раз такие акварели Артура Фанвизина. Он один из первых, кто стал писать по-мокрому. То есть что это такое по-мокрому? Он брал из бумаги, размачивал, наносил основной тон, потом несколько ударов кистью с полусухой кистью, и он получал изображение. То есть он умел как-то еще увидеть в какой-то заготовке уже окончательный вариант, это акварели. В технике акварели работали многие мастера, но так свободно, легко и виртуозно, ни до, ни после него не писал никто, объясняют эксперты. Его картины хранятся в лучших музеях страны. В Самаре представлены произведения из частных собраний, знаковые картины художника, которые и принесли ему всемирную известность. Увидеть их – большая удача. Мы надеемся, что такого рода и такого уровня выставки будут продолжаться. А теперь наша задача, конечно же, еще помочь музею в реконструкции его основного выставочного зала, мраморного зала. На сегодняшний день готовится проектная документация. Надеюсь, что в этом году мы все-таки к реставрации мраморного зала приступим, а это позволит нам проводить выставки еще более высокого. Выставка продлится не больше трех месяцев. акварели выцветают от солнечного света, поэтому экспонируются в течение непродолжительного времени. После этого картины уберут на полтора-два года, чтобы они отлежались. Светлана Сребкова, Елена Шишкина, Сергей Костин. Новости губернии. А у меня на этом все. Больше новостей на нашем сайте губернии.тв.ру